Доброе утро, друзья! В следующий час все под знаком высоких инноваций. Мы говорим о новостях в области цифрового пространства, в области интернета, социальностей и прочего. Эта программа Рунет сегодня, 25 февраля 2014 года. Напомню о том, что изучим на 99.6 в Москве или онлайн на финам.фм. Там же на финам.фм можно обнаружить о ужас или о радость, как хотите, видеотрансляцию, где можно видеть наших гостей. Итак, напомню, что гости, или как, скажу, что гости, напомню, для тех, кто читает наш Твиттер, а для тех, кто не читает, скажу, что гости сегодня это Любовь Симонова, эксперт фонда «Алмаз Кэпитал». Любовь, привет! Доброго дня всем! И Тимофей Шоколенков, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании «Аудиомания». Приветствую! По-моему, не работает микрофон у тебя. Доброе утро! Да, давайте сегодня сделаем с микрофоном. Доброе утро! Прекрасно, да. Инновация у нас, как видите, высока, и мы даже микрофон подключили. Значит, коллеги, для вас, находящихся в студии, и для наших слушателей, скажу о том, что будет сегодня у нас в фокусе главного обсуждения. Напомню, что в программе мы всегда выводим три основных новости, которые разбираем более-менее подробно, называя их основными новостями недели. Мы подчеркиваем, что мы не стремимся к объективности, мы говорим о том, что нам кажется важным в онлайн-пространстве, хотя, конечно, с нашими знаниями, наверное, мы очень объективны. Ну, это такая вот ирония на собственный счет. Итак, основные события, которые окажутся у нас сегодня в обсуждении. Первое. Твиттер представил доступ к своему API для проведения рекламных кампаний. Как это скажется на бизнесе и доходах сервиса? API, напомню, это открытый программный интерфейс, то есть возможность для внешних разработчиков создавать что-либо для вот этого вот масштабного цифрового гиганта. Вторая новость. Блогеров Рунета могут обязать платить налоги за любое положительное упоминание о том или ином бренде. Это на уровне слухов, конечно, разговоров, но, тем не менее, вроде бы как даже подан законопроект. Такой вроде бы как, об этом будем говорить подробно. И что из этого, собственно, может выйти? Ну и третья новость. Яндекс представил финансовый отчет, насколько успешно развивается одна из самых крупных IT-компаний Рунета, о том, что сопутствует этому, о том, какие доходы выросли, какие выросли не так сильно, о том, что за разговоры ходят вокруг последней активности Яндекса в онлайн-бизнесе. Мы это все обсудим. Это главное, о чем идет речь. Ну а в начале программы, как обычно, экспресс-обсуждение новостей, также важных, но не вошедших в основные. Рунет сегодня. Первая из них. Российская онлайн-торговля доросла до 10,4 миллиардов долларов. По исследованию PricewaterhouseCoopers, с 2008 года рынок вырос втрое. 10 миллиардов. Большая ли это сумма, коллеги, Люба? Достаточно большая. И несмотря на все сложности с доставкой... Этой суммы в Кремль? Интернет-торговля растет, и по всем показателям она и будет продолжать расти. И сумма 10 миллиардов для России – это уже значительная сумма. 10 миллиардов – оборот, да? То есть это не прибыли, это именно сколько пробежало по счетам компании? Там, на самом деле, большая часть, конечно же, покупателей. У нас порядка 11 миллионов россиян сейчас покупают в онлайне. Из 60 миллионов пользователей интернета. Находящихся там. То есть каждый шестой? Каждый шестой покупает. Основная нагрузка – это Москва и Санкт-Петербург. И, в общем-то, это объяснимо, потому что прогресс идет вперед. Свободного времени ни на что не хватает. И когда спокойно можно, я не знаю, вечером быстро пролистать какой-нибудь магазин, выбрать и доставить, это гораздо проще, чем потратить 3-4 часа времени походов по магазинам. И когда в субботу и воскресенье, когда все остальные туда тоже поехали, и как бы хочется проводить время с семьей. Это только в теории. В теории только, да. А на практике? На практике все же знают, все уже сталкивались с интернет-магазинами, когда заказываешь, не перезванивают или вообще никакой реакции не привозят и так далее. У меня не было такой. Ну, слава богу, я тоже стараюсь фильтровать интернет-магазины, понимаю, что вот это вот я первый раз слышу, значит, маловероятно, что там будет все хорошо. Вот это я слышал, знаю, или там в моем случае, может быть, я знаю директора в этом случае. Вообще никаких проблем никогда не будет, потому что я закажу, если проблемы будет, я через Facebook напишу ему, все решится. Странно такое скепти слышать от топ-менеджера интернет-магазина. Да, да. Вот такие ситуации, я просто каждый день практически читаю всякие неприятные истории о том, как люди... У нас один оптимист, один пессимист. Не-не, секундочку, я оптимист. Просто я реалист, да, скажем так. Я вижу, что происходит на рынке, я, конечно, стараюсь там, насколько это возможно в моих силах, и рассказывать людям, как надо. Часто на конференциях выступаю, рассказываю про сервисы, это моя любимая тема. А в Рунете очень часто вообще забывают о том, что такое сервис, зачем он нужен, и по большей части сосредоточусь на каких-то технологических решениях, на привлечениях клиентов, но вообще не думаю о том, что больше... Не соглашусь. Напомню, коллеги, у нас экспресс-обсуждение, а ты считаешь, что все плохо? Нет, я считаю, что все хорошо, все будет еще лучше, просто в России есть свои специфики, которые, ну, скажем так, предполагают, что есть... Которые накладывают. Я напомню, что прежде, чем пойти к следующей новости, о том, что 10 миллиардов российские, скажем, общие по Рунету, можно сопоставить с 50 миллиардами Amazon.com, одного магазина, который обернул... Ну, не очень правильно. Правильно, наверное, сравнивать с Европой, с европейскими странами, где все это очень хорошо развито, развита логистика, и вообще инфраструктура очень клевая. Ну, в Германии, по-моему, в три раза больше, или что-то такое, или в четыре? Ну, не в три, по-моему, что-то около двух раз. То есть мы растем, здорово. Хорошо, слава богу. Дай бог нам здоровья, и поменьше ты их магазинов, о которых ты говоришь неожиданно. Едем дальше. Почта России просит у бюджета миллиард долларов, видимо, один из тех десяти, что обернулся в электронной коммерции, ну, или предположительно. Нет, нет, это другие. На электронную госпочту, на реализацию проекта его авторы просят три года. То есть три года, миллиард долларов, и все отстаньте, и мы все сделаем. Люба, давай прокомментируем как-нибудь. Коротко. Коротко. Будет путаница, потому что госуслуги, смски отправляют на телефоны зарегистрированным пользователям с надписью «Госпочта». То есть получается, что госуслуги госпочту уже сделали, а таки что должно получиться у почты России? Будем наблюдать. Как прокомментируешь? Ну, то есть, действительно, есть уже на госуслугах такая ссылочка госпочты, и все будут думать, что это оно. То есть мы берем еще миллиард на организацию того, что, в общем-то, уже сделаны работы. При прочих равных нечто подобное, наверное, требуется. А просто как правильно встроить это в инструктуру электронного правительства? Ну, идея, идея, идея была хорошая. Что были электронные адреса? Очень простой способ взаимодействия с государственными организациями. Доверены электронные адреса. Не только государственными, коммерческими тоже, кстати говоря, вполне возможно. Ну, с коммерческими нет проблем с взаимодействием. А если есть проблемы, то эта организация обречена. Подписанный, заверенный документ невозможно послать. То есть, вот скажем, то, что я знаю по опыту Германии, у меня там есть такой адрес. Я, правда, его еще не использовал, но просто сделал для того, чтобы быть в пике инноваций. И этот адрес позволяет взаимодействовать с коммерческими структурами, и главная его суть в том, что это подтвержденные от тебя приходящие письма и тебе приходящие. Госуслуги, они подтверждают. То есть ты не можешь зарегистрироваться на госуслугах, не получив по обычной почве письмо, да, не введя код. Соответственно, человек идентифицирован. Там есть внутри уже госпочта. К этой госпочте привязать некий электронный адрес, который вот имейлы рассылает, гораздо проще, чем потратить в миллиард. В общем, дай бог, чтобы Минкомсвязи разобралось, как там с логистикой у них построится эта вся инфраструктура. Структура уже, да, начала зарождаться, и уже есть, на куда это все привязать. И вторая проблема, просто хотелось бы об этом сказать, в России очень часто забывают о том, что написание технического задания на реализацию того или иного продукта, это тоже большая, серьезная работа. Как-то вот государственная структура, то, что в самом случае проходит через СМИ, как правило, не задумывается об этом. У них есть, возникает идея, идея замечательная, а дальше составление технического задания они возлагают уже на своего подрядчика, которому они поручают реализацию этого проекта. На самом деле промежуточный этап составления технического задания и, собственно, понимание того, что это действительно то, что требуется, да, а не то, что сам подрядчик решил. Это один из важнейших этапов, согласен. Его не происходит, его нет. И в данном случае то же самое. В Пинтерест инвестируют 200 миллионов долларов. Если кто не знает, это визуально ориентированная социальная сеть очень популярной в Америке. Черный раунд будет проводить группу инвесторов. Это уже раунд D, то есть ABCD, да, то есть четвертый раунд, если я правильно считаю. В общем, верят в Пинтерест в Америке, а в России такого даже особо и не видно. Снова-таки, Люба, начну с тебя, поскольку ты такие проекты отсматриваешь. Подобные наверняка. Подобные и есть. У нас TextBrand какие-то были разные. Изначально был PinMe.ru, буквальный клон Пинтереста. Стартапов было много на данную тему. Пинтерест просто быстро пошел. И быстро пошел в Америке, потому что его погрузили на ту самую плодотворную почву. И разошелся. В России стартовать такого рода сервис проблематично. Мы не настолько лоббильны и настолько восприимчивы. И у нас пока еще до Пинтереста. Да, пользователи есть. Ну, хорошо. Значит, следующая новость, которую успеем еще, наверное, обсудить. Совсем коротко. Следующее. То, что Пинтерест отстает по количеству пользователей от Твиттера всего на 1%. То есть, еще раз, о его динамике роста. Это данные по опросу пользователей США, проведенного The Pew Internet in American Life Project. Вот то, что Пинтерест, Тумбр, такой еще проект, в России тоже малоизвестный, настолько активны в Америке и малозаметны в Рунете. О чем тебе говорит, Тимофей? Два слова. Ни о чем. То есть, надо понимать, что в Штатах немножечко все в принципе по-другому. Люди по-другому, они коммуницируют по-другому. И нужно еще очень важный момент, что в Штатах у взрослого населения практически у всех есть смартфоны. То есть, в России, если немножечко отъехать, там километров на 200, то это вопрос, что такое смартфон может возникнуть. Не то, что такое Твиттер или Пинтерест. Какой плафон? То есть, как в том анекдоте, что Медведев завел лоб в Твиттере. Мы должны заканчивать. Значит, через минуту продолжим разговор рассказом о новых энергичных шагах по развитию бизнеса, собственно, того самого Твиттера. Ну что ж, продолжаем. Рунать сегодня, вот, 25 февраля 2013 года. Это рассказ о главных событиях в цифровой среде. Рассказ о том, что происходит за нашими с вами окнами в виртуальном пространстве. Окнами как иносказательно, так и буквально, потому что большинство пользователей, как я сейчас говоря это понял, сидит под окнами, то есть под Windows. Значит, коллеги, еще раз приветствую вас в студии. Напомню, что сегодня вместе со мной новость недели комментирует Тимофей Шагаленков, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании Аудиомания, и Любовь Симонова, эксперт фонда Алмаз Capital. Коллеги, значит, мы по ходу нашего разговора за пределами эфира выяснили, что все-таки еще есть несколько новостей, которые хотелось бы затронуть в экспресс-обсуждении, поэтому в нарушении традиции программы мы коротко еще пройдемся по паре новостей из тех, что отложены для такого быстрого рассказа, поскольку стоит, как уже сказал, на них остановиться. Ну а дальше пойдем по главным новостям. Итак, Сколково зачистит резидентов. Зачистит слово такое хорошее, очень российское. Часть компании оказалась неинновационными, как выяснилось. По планам будет отсеяно примерно 4-7% компаний, получавших прежде помощь от фонда. Люба снова, видимо, тебе комментировать. Да, любимая вообще тема Сколково. На самом деле это все очень понятно, потому что Сколково... При слове «Сколково», кстати говоря, я понял, что все наши коллеги хихикают, как правило. Вот и Тимофей, кстати говоря, сейчас тоже. Я с ними договаривался. Во-первых, нужно разделять школу Сколково, фонд Сколково. Итак, резиденты Сколково и почему ее зачистят? Просто набрали компании достаточно на ранних стадиях. На ранней стадии всегда непонятно, а что же вырастет. Ну вот, что выросло, то выросло. 7-10% это не такое большое количество... 4-7 даже. Ну, 4-7, да. Не такое большое количество резидентов, которые отсеются. И, в общем, статистика по набору в общей картине получается очень хорошая. То есть сколько вы сейчас два года? Если действительно другие подают надежды? Много компаний идут, хорошие действительно. Я вижу заявки, приходят, спрашивают, а стоит ли, не стоит подаваться на резидентство, а стоит ли пробовать на грант. Есть действительно очень хорошие компании, которые резиденты Сколково. То есть Сколково стал действительно инкубатором, и его роль не только знамени инноваций такого, как бы, немножко потемкинских деревень современного. Это очень хорошее, с одной стороны, снижение налогов, да, это стандартное условие резидентства Сколково, можно прочитать на сайте. С другой стороны, это получение грантов, и гранты получаются, вот сказки про то, что там занести денег, и тебе выделят грант, это просто сказки, потому что система автоматизированная, и отзывы специалистов, они приходят, то есть ты не знаешь, кому упадет твоя заявка, и что он напишет. И падает экспертом по всему миру вот в электронный ящик. В общем, Сколково... Статистика хорошая, то есть 4-7% отсеивания, это нормальная статистика, когда за два года набирались резиденты, и часть, которая была на ранних стадиях, выросла не в те инновации, которые предполагали. Если хотя бы четверть из них реально станет компаниями, ставшими на ноги, это вообще победа. Но просто пока их не очень видно, вот тех самых ставших на ноги. А отсеившие 7% действительно неплохой. Ну, окей, значит, едем дальше. Операторов связи вывели из-под действия закона о защите детей от вредной информации. Что интересно, Совет Федерации одобрил поправки, согласно которым заниматься защитой несовершеннолетних от вредной информации должны организаторы публичного доступа в сети в местах, доступных для детей. Замысловато звучит, но суть такая, то что провайдеры, которые дают доступ в интернет, они типа не виноваты, если в публичных местах дети найдут в сети порно или там агитацию в пользу самоубийства. Это же логично, да. Непонятно, почему у нас в России сперва принимаются законы, потом все понимают, что как-то они не совсем так работают, и потом уже поправки к ним постфактум принимаются, и тогда уже действительно... А, да, вот так же должно быть было с самого начала. Естественно, у нас в России очень любят искать виноватого или ответственного, да, и возлагать на него ответственность, причем он не в состоянии это проконтролировать. Действительно, если я продаю канал, вот у меня лежит кабель, ну каким образом я выясню, то есть если я оператор, каким образом я выясню, что там с той стороны ребенок, я этого не вижу, я договор с ним не заключаю. Ну как я могу нести за это ответственность? Ну где логика? Я тебе отвечу, кстати говоря, вот вспоминая то, что ты слался на ТЗ, там айтишные приемы. Это очень айтишный прием. Выкатить сырую бету на юзеров, посмотреть, что будет. Ну это классика жанра. Сейчас вообще мир в режиме бета. То есть мы наблюдаем это просто повсеместно. На нас везде проводят эксперименты, и ничего не дорабатывается на 100%. Хорошо, коллеги, есть еще новости, которые можно было бы пообсуждать вот так вот по-быстрому, но все-таки перейдем к основным. И сейчас хочу вот, собственно, про Твиттер пообщаться. Вы вообще поддержите активность Твиттера? И почему? Как она менялась, быть может, за время вашей поддержки? Знаешь, что, Люба, у тебя есть Твиттер. Ты вчера даже написала, что придешь ко мне. Конечно, чтобы мои читатели знали. Причем аудитория читателей LiveJournal, Твиттер, Фейсбук, Вконтакте и Одноклассников, она практически не пересекается. Соответственно, Твиттер, он для меня, чем просто сидя где-нибудь, я не знаю, в машине, быстро написать с телефона и отправить. Все остальные предполагают более расширенное сообщение. Твиттер это что вижу, то пою. Так же, как и Инстаграм, что вижу, то фотографирую. Что вижу, то и чирикую, вспоминаю название. Перевод вины слова Твиттера с английского. Тимофей, ты ведешь Твиттер? Я нет, не веду Твиттер, не вижу в этом никакой необходимости. Пользователей Твиттера в России мало. Лично я использую Твиттер каким образом? Я приезжаю на какое-то мероприятие, мне интересно, что где происходит. Я хочу быть в теме. Я открываю Твиттер, ввожу тег в мероприятие и смотрю, что происходит. Потому что, как правило, сейчас, если это конференция, то это много залов, и везде одновременно быть невозможно, а хочется. Это все, что для меня Твиттер. То есть, я считаю, что какие-то быстрые фразы достаточно вполне Фейсбука, какие-то идеи, и тоже прекрасно это все со смартфона делается. Но у меня еще нужно для того, чтобы информировать предпринимателей, где я буду, чтобы они могли со мной встретиться. Это вопрос всего лишь того, где ваши читатели. То есть, у кого-то читатели ВКонтакте, они пишут ВКонтакте, у кого-то ВФейсбуке и так далее. То есть, это разговор просто о том, для кого и кому. Ну, давай сейчас послушаем новость про монетизацию крупнейшего в мире сервиса микроблогов. Сервис микроблогов Твиттер открыл доступ к своему интерфейсу прикладного программирования. Данная мера позволит сторонним разработчикам автоматизировать управление рекламными компаниями в Твиттере. По словам руководства интернет-ресурса, общий объем рекламы не увеличится. Следует добавить, что пока доступ к копии Твиттера имеют только несколько избранных компаний. Это, естественно, для тестовой фазы запуска с РСа. Коллеги, а как это нововведение скажется на жизни Твиттера, на бизнесе Твиттера? Тимофей, ты как думаешь? Во-первых, мне очень странно, что заявили, что не увеличится количество объявлений. Как-то странно. Конечно, увеличится. Видимо, они имеют в виду, что не увеличится количество площадей рекламных. То есть, они будут более эффективно использоваться. А так более эффективное использование – это и есть увеличение самой рекламы. То есть, площадей нет, а рекламы – да, очевидно. То есть, сейчас действительно не очень удобный интерфейс для рекламы в Твиттере. Это надо по одному Твиту как-то там заливать, таргетировать. Это все не очень удобно. Наличие API, естественно, подключается агентство и возможности совершенно другие. Да, конечно, это замечательно, это прекрасно, это все очень здорово в Штатах. Это абсолютно не как в России, потому что если сейчас взять произвольно практически любое агентство и сказать, ну, там, диджитал, как сейчас говорят, агентство, да, и сказать, ребята, я хочу рекламу в Твиттере. Ну, да, они поймут, о чем идет речь, но так вот, чтобы всерьез действительно заняться и чтобы, мало того, это что-то дало. Посмотрят, посмотрят уважительно при этом на этого заказчика. Вот это молодец. Да, то есть, это все здорово для Штатов. Мы, может быть, через несколько лет об этом действительно всерьез будем разговаривать, но на данный момент... На данный момент пишут ботов, которые автоматически постят Твиттер. Это к вопросу, опять же, о том, что в России все любят бесплатно. Да, о, круто, сейчас мы сделаем рекламу в Твиттере, да, делают ботов, и они постят безумное количество сообщений. Зачем за это платить? Проще. Методика Левши работает у нас и сегодня. Да, конечно, и будет работать. В Твиттере мы спросили, для какого вида бизнеса реклама в Твиттер наиболее эффективна. С Твиттере Максим Спридонов, который в данный момент, в момент программы используется в сложных целях мной. Значит, ответы, собственно говоря, такие. Смотря как построен фидбэк с пользователями, но в целом нужно отталкиваться отца Твиттера, тут такой заумный человек, знающий. То есть, типа того, что надо еще подкопаться в том, что у вас за бизнес рассматривается. Или, скажем, реклама новостного характера, пишет еще пользователь. Сообщать подписчикам о новых топиках и приводить их на свой сайт. По моим наблюдениям, вот то, что ты отчасти упомянула, Люба, в Твиттер действительно эффективно сообщать о какой-то активности более-менее публичных персон. А вот коммерческая реклама там пока, по крайней мере, в Рунете, как-то не очень. И такое ощущение у меня, что даже и в, как это говорится, в Буржунете, то есть за пределами Рунета, оно тоже пока так скорее попытки-эксперименты. Ну, вообще, коммерческая реклама, когда влезает в личное общение, это всегда неприятно. Все видели в Ютубе прероллы, да, когда хочется посмотреть какой-то ролик, вместо этого мне начинают впаривать то, что впаривают обычно по телеку, и почему я его не смотрю. И, собственно, это классическое такое мнение. Вы знаете, что прероллы вошли наиболее органично из рекламных моделей, потому что... Не знаю, насколько это органично вошло, это всех прекрасно раздражает, а раздражение каким-то брендам — это антиреклама. Понятно, что долбежка в рекламной сфере, да, она рулит, и все прекрасно это понимают, что чем больше долбеж, тем оно лучше работает. Есть такая методика, и, в общем-то, она в телевизоре, да, активно используется. Значит, в Твиттере происходит та же самая история. То есть люди общаются, они читают какие-то интересные вещи, вдруг ни с того ни с сего между твиттерами влезает им реклама, там, не знаю чего, автомобильных шимов или чего. Это показывает, что компании сажают специально обученную девочку на социал-медиа, которая занимается Твиттером, Фейсбуком и всеми другими социальными сетями, куда она постит и новости, и какие-то новые продукты. И отслеживает фидбэк. И отслеживает тот же фидбэк, естественно. Ты рассказывала за эфиром ситуацию о том, что... Про РЖД, да. Да, про РЖД, то, что ты написала... Поезд номер такой-то, да. ...не некой проблемой, и среагировали на это практически мгновенно, в течение 15 минут. Мне очень понравилась фраза, которую наши коллеги поймут, если не слышали, улыбнутся, которую как-то я увидел в поезде одного нашего общего знакомого. Писал следующее буквально. То, что я вот написал нечто такое, ну, некую-некую критику про одного документскую структуру для того, чтобы они пришли и сделали мне СММ. Вот тебе пришли и сделали СММ фактически. То есть сделали социал-медиа-маркетинг. Это действительно эффективно. Для публичных персон, опять-таки, там, видимо, такой отсмотр идет. Сколько человеков-фолловеров, сколько в аккаунте там... Там есть тысяча человек, или пять, не дай бог, или десять, двадцать. Надо с ним работать. Если нет, то вопрос. По-моему, там тоже пока нет в смысле единственное понимание. Можно было бы сказать о том, что еще Твиттер вроде как вот это делает для того, чтобы идти на IPO. Есть такие домыслы и размышления. Но нам сейчас нужно будет уходить на новости. Поэтому не будем это подробно обсуждать, коллеги. После выпуска новостей продолжим. И речь пойдет о... В целыхнувшей российскую благосферу теме. О возможном налоге для блогеров. Ну что ж, продолжаем. Редактор сегодня, 25 февраля 2013 года уже. Говорю для тех, кто слушает нас в подкасте. Если и когда вы достаточно продвинуты для того, чтобы слушать подкасты. Напомню, что эта возможность есть у каждого. Если вы зайдете, скажем, в iTunes, и там наберете Рунет сегодня, название программы, и подпишетесь на ленту наших программ. Либо на сайте финанс.фм также можно увидеть эту возможность. То есть любой из наших выпусков можно прослушать в любое удобное время. И всегда быть в курсе всего того, что происходит в цифровой среде. За ушедшую неделю мы обсуждаем это, собственно говоря, сегодня, в этот день. Звучим на 99.6 в Москве. На финанс.фм, кстати говоря, идет параллельная трансляция. Видео-трансляция, где можно увидеть моих гостей. Это Любовь Симонова, эксперт фонда «Алмаз капитал», Тимофей Шиколенков, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании «Аудиомания». Меня зовут Максим Спиридонов. Значит, далее пойдем. Люба, вот ты не только твиттерянин, как это говорят, да, то есть ведущий твиттера, но и блогер, довольно активно, сколько я знаю, да? Да, еще начиная с Life Journal, по-моему, с 2005 года примерно. Наверное, ты хорошо ориентируешься в том, как вот развивалась в динамике развития российской благосферы, да? А если коротко обрисовать, была ли какая-то эволюция блоггинга в Рунете? Нет, конечно же была. И, конечно же, люди, которые есть, кто получает деньги за то, что публикует. И, конечно же, компания этим пользуется. И как мы обсуждали... Погоди, на обсуде новости выходить. Ты сначала про эволюцию скажи. Давай постепенно к этому подойдем. Сначала, что вижу, то пою. Потом... Очень логично было бы в контексте блоггинга сначала было слово. Да, а потом уже все остальное. А потом были деньги. Ну, хорошо, все-таки эволюция... Эволюция была, естественно. И разделилась в результате на топовых блогеров, политические. Ну, как в мире, да? У нас пошли нишевые, каждый занял свою нишу, кто лучше. Конечно же, интерес есть. Кто-то про кулинарию, кто-то про политику, кто-то про что-то. Обычное развитие, как вместе с интернетом, с развитием интересов в интернете. Тимофей, сегодня блогер — это профессия? Ну, не обязательно. Есть, конечно, люди, которые зарабатывают достаточно, чтобы заниматься только этим. То есть, фактически, это такое мини-СМИ. Ну, почему нет? Но в целом, я думаю, по большей части это нет. Это больше хобби, которое помогает зарабатывать на хлеб с маслом дополнительно. Именно зарабатывать или самовыражаться. Это вот разные, мне кажется, цели. Это разные абсолютно люди. Есть, кто только самовыражается. Да, я никогда в жизни не занималась пиаром за деньги в блогах. А есть, кто только за деньги и пиарит. Есть промежуточный вариант. Есть создание кучи блогов только для того, чтобы зарабатывать деньги и продавать оптом эти посты в них. То есть, на самом деле, это не один человек, а, в смысле, наоборот, один человек и много блогов. По разным тематикам. Да, созданы только ради того, чтобы продавать там посты. В общем, это бизнес, да. Среда как-то освоена уже, и точно есть те, кто хорошо зарабатывает, те, кто подрабатывает, и те, кто просто самовыражается. Да? Сейчас новость, которая стала одной из главных тем обсуждений в Рунете на прошлой неделе. В российское законодательство могут внести поправки, которые обяжут блогеров платить налоги за рекламу в публикуемых материалах. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк. По словам депутата, речь идет не только о прямой, но и о скрытой рекламе. Это значит, что блогеры будут вынуждены платить за любое стимулирующее упоминание тех или иных брендов в своих постах. Вот как. По информации некоторых СМИ, законопроект уже разрабатывается комитетом Госдумы по информационной политике вместе с Федеральной антимонопольной службой. Логичен вопрос. Нужен ли подобный законопроект или такие просто некие пена на волнах? Ну, это не пена. Это просто дублирование законодательства, как у нас часто происходит. Один закон дублирует другой, потом, когда начинается разбирательство. А по какому, собственно, закону разбирать? Это по одному или по второму? Потому что на самом деле, что тут нового? Люди оказывают услуги, публикуют какую-то информацию. Нам сейчас тогда нужны отдельные законы про газеты, отдельные законы про журналы, отдельные законы еще про что-то. Зачем? То есть люди действительно топовые блогеры, занимаются этим, все прекрасно знают, у них договора, у них предприятия, зарегистрированные организации. Они платят налоги. Зачем что-то еще? Я не совсем понимаю. Ну, то есть, видимо, беспокоит Дума, в частности господина Железняка, то, что далеко не все платят налоги, и как-то их нужно, видимо, стимулировать, принудить тому, чтобы они это делали. Ну, это мы сейчас за двух копеек, условно, на фоне всех, кто уже с договорами, да, будем долго мучиться и тратить наши налоги на Государственную Думу и на этот законопроект. И опять-таки, как разделять? То есть, участие договора есть, они работают. Вот если я о своих портфельных активах напишу какую-то новость, это что, реклама портфельного актива? Ну, то есть, если не доказано, что заплачены деньги, то нет. С чего платить налог, если нету дохода? То есть, какой бы закон ни приняли в данном случае, даже если его примут в таком виде, а как он будет работать? Ну, судя по всему, никак. Ну, то есть, увидели пост, прислали инспекцию? Почему я написала про там, ну, я не знаю. Нет, ну, хорошо с топовыми блогерами, да, они на виду все. А вот представим себе, что мы решили обложить налогом всех бабушек, торгующих чем-то около метро. Мы сейчас будем нанимать еще, создавать еще одно агентство, которое будет нанимать людей, которые будут следить за бабушками, которые торгуют чем-то у метро. Это вот примерно то же самое. У нас просто не могут соотносить условный интернет и оффлайновый бизнес, да. Все думают, что это какое-то отдельное существование мира. На самом деле, все законодательство прекрасно уже давным-давно регулирует и интернет в том числе. Да, совершенно верно. Могло бы, так скажем, не всегда оно делает это эффективно. Слушай, ну, бабушки, стоящие у метро с цветочками, которые они сорвали с клумбы, мы их обложим налогом? Не обложим. Если у нас там куча... По уму должны бы? Ну, по уму, да. Но каким образом? Ты их будешь ловить, а здесь единичные там блогеры, которые будут писать условно за те же сорванные цветочки с клумбы, да, и бюджеты, которые уже налогооблагаемы, и те, за которыми мы будем бегать? Ну, хорошо. По-другому поставлю вопрос. Вот эта логика, которую вы сейчас, Тимофей, в частности, озвучили, она вполне резонна и понятна. Уж точно должно быть понятно депутатам. Они же ведь этим занимаются постоянно. То есть то, что подобный закон будет избыточен, поскольку продублирует фактически любые другие законы, там существующие, о том, что с любых продаж, с любого дохода нужно платить налоги. Ну, потому что живешь в стране, ты как бы таким образом отчисляешь долю малую за то, что она тебе обеспечивает там здравоохранение, безопасность от внешних и внутренних врагов и так далее. Вот. Все логично. А зачем тогда это делается? Не означает ли это, что одна из версий, которая курсировала, что это попытка, так сказать, припугнуть и посчитать блогеров? Возможно. Так они и так уже посчитаны, в общем-то. И запуганы. И запуганы. Я хотел бы это прокомментировать. Я был недавно, там, неважно, не буду рассказывать, в какой глубинке, и в магазине увидел плакат. Ты так далеко был? Да, да. Ну, неважно. Просто не имеет отношения. В магазине я увидел плакат социальной рекламы в предпринимателе «Используйте контрольно-кассовые машины». То есть мы о чем говорим? Что у нас на самом деле налоги далеко не все и так платят. Там, где все отлично, с законом все нормально. То есть если в регионах просят, умоляют предпринимателей использовать контрольно-кассовые машины, о каких налогах там вообще идет речь? То есть что тут про блогеров? То есть огромное количество людей, да, что-то кто-то пишет. Сейчас за всеми следить, но просто это реально будет нерентабельно. То есть дороже будет служба, которая будет заниматься контролем за этим делом, чем те деньги, которые в результате будут получены от налогов. То есть логика такая, что давайте сначала гражданскую грамотность поднимем у, пардон за атфотологию, граждан. То есть объясним, что налоги это некая неотвелимая часть любого государства. Либо выселяйтесь жить на непитаемом остров. А потом уже будем брать налоги с блогеров, ну и бабушек, торгующих семечками. Так? Да. Совершенно верно. Мы в Твиттере спросили, в Твиттере Максим Спиридонов, который во время программы, как я часто говорю, мы используем в служебных целях, коррумпированный Твиттер. Спросили мы, как часто вы сталкиваетесь со скрытой рекламой в блогах, как относитесь к ней? Ответы примерно такие приходят. Ну в целом скорее против. Такая информация о рекламированном редко объективно, встречается часто, но не сильно раздражает. Умеют, так говоря, оборачивать правила блогеры так, что это не сильно раздражает. Еще ответ. Железняк убивает своими инициативами. Это раз. А два. Им, видимо, не хватает денег. Решили нагреться на блогерах. Не очень понятно, как решили нагреться. Да как тут нагреться? Тут не те деньги совершенно. Два рубля соберем, десять рублей будет стоить служба. Еще один ответ. Это в лучшем случае. В блогерской рекламе отвечает пользователь, не верю вообще. В частности, их мнение о продуктах просто игнорируют. А тут проблема. Дело в том, что не всегда понятно, это человек сам написал или все-таки это платный пост. Люди считают, что они в состоянии. Все те уже давно пересчитаны и понятно, где платы. Ну, узкого круга. Ну, как если я, например, написал об этом. Да, понятно ли, конечно. Ну, не всем понятно, на самом деле. Люди считают, что что-то написанное, что это на самом деле за деньги, а человек просто порадовался за какой-то замечательный сервис, что, в общем, не очень часто в России встречается. Один из топ-блогеров довольно логично довел до абсурда вот эту вот закону, это закону инициативу, так скажем, это не законопроект даже пока что, написав пост, который полностью стоял из брендов, полностью. Он был не очень большой, но там было буквально там встав с утра, там с кровати такой-то фирмы, выпив чашечку такого-то кофе. И там бренды встречались буквально через 2-3 слова, постоянно. И это было довольно забавно и подчеркивало, что, ну, в общем, и что теперь? А вот этот product placement, кстати говоря, в другую сторону разверну дискуссию, у нас есть еще пара минуток на этот счет. Возьмем момент другой, моральный. Вот мы все становимся грамотнее, и гражданские, и там, и виртуально грамотнее. Мы приходим в интернет, мы становимся, многие, те, кто способен, сами себе СМИ, ну, вот ты пишешь блог, у меня есть блог, ты знаешь, наверное, мы как-то вот влияем на свою мединую аудиторию, это у нас у каждого по тысяче, там, десятков тысяч человек. И моральная сторона вопроса, вот где та грань, за которой, на которую можно заходить или, там, до которой можно доходить в выдаче той или иной информации каждому частному лицу блогеру? Это все на, как говорится, совести конкретного человека. Я не могу сказать, что есть какие-то свои собственные моральные принципы, да, я не буду делать вот это, вот это и вот это, да, и всегда объективную информацию по тем или иным продуктам буду рассказывать. И, в общем, моя аудитория это знает, да, может быть, поэтому и доверяют постам, и надеюсь, что будут доверять. Если человеку придут и скажут, ты, конечно, классный, у тебя там с моралью тоже вроде как все хорошо, но давай-ка ты напишешь про какой-нибудь там банк или еще что-то, или про политику. Здесь человеку решать. Может быть, ему в этот момент нужны будут деньги срочно. Такое тоже бывает. И он положит на свои моральные принципы и опубликует. Здесь есть такая тема, что то, что не продается за деньги, продается за большие деньги. Что не продается за большие деньги, продается за очень большие деньги. Вот такая штука любопытная. То, что если прежде, будучи в окружении довольно крупных медийных каналов, там телевидения, радио, мы все знали, что это медийные каналы, там была четко, как правило, отделена все-таки реклама от нерекламы, сейчас мы обретаем все большее количество, ну, множащееся количество медийных каналов, и получается, что мы, как потребители, должны воспитывать в себе очень высокую степень внимательности к тому, что стоп, меня сейчас разводят или нет. Вот это вот сейчас мне пишут совершенно искренне, или это нечто, пытающееся мной манипулировать и меня чему-то сподвигнуть, проплаченное к тому же, что еще и обидно. Это стимулирует развивать мозг и собирать информацию из нескольких источников и уметь ее анализировать. Да, а учитывая то, что прямая реклама, в общем-то, работает все хуже и хуже, то, скажем так, изощренность, она будет расти в рекламных каналах. Изощренность, получается, будет расти изощренность... Изощренность подачи. Подачь, изощренность фильтрации будет расти, автоматически будет возникать у потребителя. Любое действие порождает противодействие. То есть реклама не нравится. Скоро будем все убиваться на то, чтобы разобраться, так, стоп, это реклама, не реклама, и у нас будет очень много времени уходить. Правда-неправда. В это, вброс-невброс. В последнем блоке программы мы основательно изберем Яндекс, его свежий финансовый отчет и еще ряд новостей вокруг него. Едем дальше, видим больше. Рунат, сегодня 25 февраля 2013 года, последний блок программы и еще одна новость, которую мы сумеем обсудить моими гостями. Напомню, что в студии Любовь Симонова, эксперт фонда «Алмаз Кэпитал», Тимофей Шоколенко, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании «Аудиомания». Меня зовут Максим Спиридонов. Мы совместно разбираемся с тем, что случилось за последние 7-8 дней в сыровом пространстве. Значит, так, коллеги, прежде чем обсудить следующую новость, прошу вас. Пользуетесь ли вы сервисами Яндекса, помимо поиска? Вопрос не случайный. И какими, если да? Тимофей? Очень много сервисов, которые я использую. Карты использую практически каждый день. В айфоне очень много приложений. Метро, если еду куда-то, уже забыл практически все линии. Раньше наизусть помнил, сейчас приложение помогает. Ну, естественно, коммерческие сервисы компании используют и директ, и маркет. В общем, много. Метрика. Очень много. В общем, ты основательно окучен сервисами компании Яндекс. Конечно. Люба, ты? Значит, почта, карты, конечно же, телепрограмма. По-моему, кошелек я делала, но не пользуюсь. Естественно, знаю, что такое метрика, знаю, что такое Яндекс.Новости, Яндекс.Погода. Я понял. Я не то, что там погружена. Хорошо. Вопрос по-другому теперь поставлю сознательно, в два этапа. Значит, а вы репрезентативны? Многие ли в Рунете пользуются чем-то за пределами поиска? Как вам по наблюдениям? Конечно, конечно. Новости читают очень многие. Я просто это вижу даже на экранах наших сотрудников, проходя мимо. Я вижу, что люди читают новости. Я не очень понимаю, зачем они это делают, но они читают. Им интересно. Ну, в общем, у Яндекса нет проблемы с тем, что он стоит очень на поиске, и это только единственное, что держит пользователя в этой системе. Яндекс — наш портфельный актив. А ты не можешь особенно говорить, да? На маленький процент. Нет, почему? Сейчас уже могу. А, то есть вы выходите? Уже, по-моему, вышли. Послушаем давай про этапные отчеты крупнейшей поисковой системы Рунета и поедем дальше. Корпорация Яндекс опубликовала финансовый отчет по итогам прошедшего квартала и всего минувшего года. Как следует из представленных данных, выручка компании в прошлом году выросла на 44% и составила более 28 миллиардов рублей. Чистая прибыль за отчетный период превысила планку в 8 миллиардов рублей, что на 42% больше показателей предыдущего года. Основной доход Яндексу принесла контекстная реклама, объем которой увеличился на 46%. Ужас, да, всего на 44% выросли и финансовый отчет таким образом... И по ЕБД выросли, и по чистой прибыли выросли, и по обороту выросли. Отвратительно. Ужасно, просто ужасно. И в Турции 2% уже съели, это тоже ужасно. Потому что за 4 дня цена акции Яндекса после выхода финансового отчета упала с 25 с половиной долларов за акцию до 23. Потом немножко отыгралась, правда, вверх, но тоже не сильно, до 23-60 долларов. Причем некоторые агентства новостные очень любят связывать эту новость с тем, что вырос Google. Говорят, вот смотрите, Яндекс упал, а Google вырос. Значит, Яндекс плохой, а Google хороший. Ну, Яндекс вырос по акциям на 22% за год и сейчас упал на 10%. И, на мой взгляд, люди, которые начинают говорить, как все плохо у Яндекса, ориентируясь только на стоимость акций, немножко не знают структуры фондового рынка. И что в данный момент просто интерес к акциям Яндекса снизился по ряду причин. Если анализировать интерес к акциям других компаний, то это будет логично видно. И, в общем-то, сейчас рекомендация покупать. А, кстати говоря, вот ты говоришь покупать, между тем, как ваш фонд, ты говоришь, вышел или выходит. Tiger Global, менеджмент, известнейший фонд, который заходил в Яндекс еще до IPO, выходит. Да, только там вошел другой фонд. Вот, и давайте подумаем, если один фонд выходит, а другой входит, это что значит? Это один фонд покупает долю другого фонда. Было хорошее предложение купить, этот фонд продал. Через биржу. Ну, не важно. Это не важно. Входит и выходит. Входит и выходит. В мультике про Винни-Пуха. Замечательно выходит. Вообще, на минувшей неделе Яндекс стал настоящим поставщиком новостей. Помимо финансовых результатов, компания заявила, что теперь при заказе Яндекс.Такси можно будет оплачиваться Яндекс деньгами. То есть, такое вот. Ну, это логично. Замкнули, замкнули. И говорит о том, что там сервисы активно развиваются параллельные. Кстати, мобильные, что важно. Сейчас все говорят, что, обратите внимание, мобильный интернет. Не провороньте. Говорят все крупные порталы и пытаются. Даже таблички на машинах Яндекс.Такси, друзья заказывают через этот сервис регулярно, приезжают быстро, вовремя. Но во всех сервисах мобильного заказывания такси отложенный заказ практически не работает. То есть, если я сейчас хочу на завтрашнее утро или на сегодняшний вечер заказать такси, он работать не будет. Не, не, работает. На самом деле, если в эти сервисы, то есть разные сервисы. И если мне нужно сейчас такси, я заказываю Яндекс. Если мне нужно завтра, беру другой сервис. Если мне нужен аэропорт через неделю, ну точно в это время, я беру третий. И действительно, они очень по-разному работают. Как ни странно. Здесь и сейчас Яндекс.Такси работает замечательно. Согласен. Предмет для рефлексии, для тех, кто слушал предыдущую новость тоже. А вот то, что вы сейчас говорили про Яндекс.Такси, является продактплейсментом? Вот, кстати, да. Является или не является? А самое веселое, с кого из нас взять денег? Причем на радио, в своем эфире. То есть надо взять с радио или с нас, со всех? А Твиттер? Или по частям? Мы же тоже прорекламировали сервис Твиттер в первой новости. В общем, мы полуши в долгах, коллеги. Едем дальше. Еще почта Яндекса научилась оправлять письма при помощи СМС. Тоже важная штука. То есть такая интеграция, дополнительный сервис. Довольно любопытный. Вот. Озвучу комментарий о Краде Волже к финансовому отчету. Важная штука, кстати, главная, пожалуй, новость вокруг Яндекса этой недели. То, с чего мы начали. Он был следующий. Он, конечно, был очень обтекаемый. Он был дан, видимо, письменно. Ну, по крайней мере, у меня он в таком виде присутствует в пресс-релизе. И, конечно, одним работали. Каждая фраза обдумывалась. И так, зачитаю эти высеченные в граните фактически слова. Мы снова закончили год с высокими результатами и показали стабильный рост выручки. Яндекс продолжает создавать новые сервисы и технологии. В 2012 году мы запустили персональный поиск, облачное хранилище Яндекс.Дикск, музыкальное приложение, переводчик для мобильных устройств. Много других сервисов. И, конечно, свой собственный браузер. Снегресительно важно. Рост пользования интернетом в России и наши успехи в Турции сделали Яндекс четвертым в мире по числу обработанных поисковых запросов. Конец цитаты. Ну, в общем, у Яндекса все получается замечательно. Все правильно сказал. Здесь еще момент, который мы обсуждали в связи с Мейлом и их финансовым отчетом, и который не можем не обсудить в связи с Яндексом. У них, как и у других игроков, несколько упала динамика роста медийной рекламы, баннерной. И они, в общем, отыграли, показали хороший рост за счет контекстной. Так они ряд, насколько я помню, медийных мест вообще убрали в Яндексе. Ну, это вообще, кстати, все делают. И Мейл тоже это сделали. Ну, то есть, как медийка могла сохраниться на том же уровне, если часть пространства убрали? Ну, да. Если еще учесть, что классическая медийка постепенно отмирает, уступая место RTB. Для тех, кто понимает. Для тех, кто не понимает, я расшифрую. Модели аукционных показов, баннеров, аукционов в... Давайте по-другому. Все проще. Это реклама, которая таргетирована не по месту, а по человеку. То есть, рекламу видит человек, которому это потенциально интересно. То есть, продается не какой-то конкретной организации место рекламное в конкретном сайте, а продается аудитория. Вне зависимости от того, где... Запоказ баннер торгуется в реальном времени. Но классическая медийка, она все равно сохранится, потому что есть понятие брендинга. Каждый вид рекламы, он, условно, выполняет определенную работу. Нельзя сказать, что я буду только в контексте для большой корпорации. При этом буду без перероллов, без классической медийки. Ну, кстати, классика жанра. Многие забывают о том, что чем больше, чем в больших каналах присутствует реклама, тем выше конверсия в целом. То есть, совсем от медийки нельзя отказаться. И действительно, сейчас очень много людей озадачились вопросами аналитики. До того, видимо, настолько все было хорошо. Когда все хорошо, никто не считает деньги. Когда все становится не очень хорошо, начинают считать деньги. И тут выясняется, что медийка, как прямая реклама, конвертится в продажи плохо. Ну, это правда. Не, ну это выясняется давно уже, несколько лет-то все. Да, но это не до всех доходит, и не одновременно. То есть, это процесс постепенный. И сейчас люди говорят, о, круто, контекст работает. Кто-то говорит, контекст не работает. Ну, смотря для чего работает, цель и задача. Ну, это как в анекдоте про кошек, вы умеете их готовить или не умеете. Совершенно верно. То же самое можно сказать про медийку и про контекст, и про другие, в общем-то, каналы рекламы. И когда смотришь и видишь контекстную рекламу, на которой написано одно, а ссылка ведет совершенно в другое место, а потом этот человек заявляет, что контекстная реклама не работает, ну, конечно, не работает. Еще важный момент, который хочется обсудить с Яндексом. По слухам, Яндекс снизил стоимость комиссионных для агентств за Яндекс Директ. И если это действительно так, а похоже, что действительно так, многие агентства, ну, как бы из наших тоже общих знакомых получили уже договора. Об этом нельзя говорить, но слухи все равно по земле ходят. Получили новые договора, и там снимаются какие-то бонусы, снимаются, уменьшается комиссия. В общем, предстоит якобы большой передел рынка с этим. Как-то можете прокомментировать эту вот историю? Конечно, будет передел рынка. Очевидно, что агентства, привыкшие к одному уровню заработка... Прежде агентства получали деньги от Яндекса, они получали такой... Ну, как правило. Комиссионные, и не брали ничего с клиента, конечно. Вот наши слушатели в основном-то клиента, конечно, думают, что это малый, средний, крупный, дай бог, бизнес, который сейчас внимает и думает, куда ему идти в онлайн-рекламе. Вот прежде он мог прийти в любое агентство и не платить ничего за его услуги. Он платил бы только за собственное размещение объявлений. А агентству платил бы Яндекс процент от этой суммы. Сейчас это меняется, да? Судя по всему, да. То есть уменьшается комиссия и агентства, у которых аппетиты достаточно большие. А учитывая то, что зачастую качество работы агентств не всех, конечно, но... Оставляют желать лучшего. Да, да. То есть я несколько раз пробовал, конкретно в Аудиомании, мы пробовали сотрудничать с несколькими агентствами и в итоге отказались. То есть по разным причинам. Понятно, что у нас достаточно непростой рынок, но тем не менее. То есть агентства, даже при том заработке, какой у них есть, они, в общем-то, работают по-разному, но не всегда удовлетворительно для клиента. А сейчас у них еще и деньги постепенно отбирают. Но вообще, ради справедливости, нужно сказать, что Google, например, агентством вообще ничего не платит. То есть фактически ситуация выравнивается. Google не платит ничего агентством, и Яндекс, видимо, не будет платить или будет платить мало. Посмотрим. То есть, ну, во всем случае, была новость в прошлом году, когда Яндекс, как говорят, прекратил или очень сильно снизил комиссию при работе с крупными клиентами. И на сайте есть список на сайте Яндекса. Что будет дальше? Посмотрим. Окей. Коллеги, надо заканчивать. Осталось буквально несколько секунд. Вот скажу о том, что это была программа «Урнать сегодня». Меня зовут Максим Спиридонов. Слушайте нас, обязательно слушайте нас каждый понедельник. Подписывайтесь на подкаст «Урнать сегодня». Там вы будете в курсе всех новостей. Всего доброго. Пока.